А в Бога верите? Ну, у меня есть крестик. По вселенной можно это так назвать. Этому миру скоро придет конец. Не суеверный, как бы не верю в это во все. В смысле, я тоже могу написать то, что было. Мы следуем по сценарию, который у нас вот тут. Потому что вы просто последователь моды. А как вы к буддизму относитесь? Что такое зло, добро? Вопрос хороший очень, философский. Все сгорит. А как появилась первая клетка, из которой люди появились? Вообще все по-другому стало. Верить или нет, это выбор каждого. Перед вами сейчас выбор? Я бы поверил, да, все. Уважаемые друзья, сегодня замечательная погода. Мы в центре Санкт-Петербурга, на Невском проспекте. И сегодня мы вышли сюда, чтобы задать людям непростые вопросы. Вопросы, которые на первый взгляд могут показаться им странными и даже отталкивающими. Но тем не менее мы их зададим. Как все это произошло, смотрите сами. Представьте, что вам в руки попала книга, в которой предсказано будущее. При этом в этой же книге было предсказано прошлое, и все, что было предсказано о прошлом, сбылось. Поверите ли вы тому, что говорится в ней о будущем? Я думаю, нет, потому что все равно мы можем изменить наше будущее, и оно зависит только от нас. Почему мы должны надеяться только на книгу? Да вряд ли, наверное. Нет. Нет. Я спохмелья, ребят, я не знаю вообще. Я скорее нет. Я бы поверил. Но если она пригодогала, угадала прошлое, почему бы нет. Так прошлое же было. Типа все его знают. Подумай, подумай. Да, ты прав. Если все прошлое сбылось, Поверите ли вы тому, что написано о будущем в этой книге? Нет. Почему? Ну, я не верю в таком предсказаниям, ничего не верю. Ну, возможно, эта книга просто написана, ну, как это история, они ее расписали, и все. То есть, они не знают того, что будет в будущем, просто расписали историю. Зачастую люди видят какое-то предсказание, те же, там, хороскопы, и не знаю, такие, ой, это точно про меня. Именно это их губи, потому что мы следуем по сценарию, который у нас вот тут. Не знаю, как-то, ну, не суеверный, как бы, не верю в это все. Ну, прошлое – это просто история. В смысле, я тоже могу написать то, что было. Это же не значит, что я знаю, что будет. А если, например, были найдены древние копии этой книги, которые датированы, например, ну, первым веком нашей эры, были найдены археологами в наше время, и, ну, и понятно, что все это реально правда. Тогда. Возможно, тогда да. Хорошо. Я бы проверил еще с настоящей историей. Короче, если она сходится и расходится, там было бы интересно сравнить, и, возможно, там была бы, если истина какая-то, если бы там докопаться, вот так вот подстилю, то я бы поверил, да, в то. Если так, то да. Нет, тогда получается, что она была тоже про будущее, только сейчас она про прошлое, получается. Да, я бы поверил. Я бы сначала подождала какие-то моменты, потом сверилась бы, потом уже, может, начала как-то думать верить, не верить в это. Слушайте, это очень правильный подход. Знаете, на самом деле такая книга существует, и я сейчас скажу, что это за книга, но сначала я бы хотел спросить еще следующий вопрос. Верите ли вы в конец света, апокалипсис или второе пришествие Иисуса Христа? Ну, я нет. А вы? Я не верю. Ну, в пришествии Иисуса Христа нет. А что там было еще? Апокалипсис или конец света? Ну, это, по сути, одно и то же. В конец света, ну, конечно, это может случиться. Почему нет? Нет. 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 Не верите? Нет. Верите ли вы в конец света, апокалипсис или второе пришествие Иисуса Христа? Возможно, в конец света я верю. Какого плана? Ну, в смысле, метеорит упадет. А, а. А зонный слой мы... Это природная такая. Ну, да, мы что-то сделаем очень плохое для этой планеты. Моя человечество и погубит. Нет, не верю. Я нет. Я жду, короче, когда начнется апокалипсис, чтобы начать там это... Ладно, не жду. Ну, мы посещали мысли о том, как надо будет начать готовиться, куда что-то пойти, что-то какой-то дом, даже как его найти где-то подальше от людей и там выживать, короче. Но этого, скорее всего, никогда не произойдет. Никит, смотри, дело в том, что немножко разочарую тебя, когда будет апокалипсис, ну, спастись не получится. Это будет как вот... Представь себе, земля превратится в огненный шар. Все сгорит. Все. Верите ли вы в конец света, апокалипсис или второе пришествие Иисуса Христа? В третье. Верите во второе пришествие? Конечно. Скажите, пожалуйста, а что заставляет вас верить? Вера в Бога. Слава Богу. Ну да, да, наверное, все. То есть ты веришь в Бога? Да. Верите в Бога вообще, нет? Ну, у меня есть крестик, да, я верю. Нет. А в Бога верите? Не хочу отвечать. Не особо. А в Бога верите? В Бога относительно. Не совсем. То есть вы атеист? К сожалению, может быть, для кого-то это прям шок, но вот такая жизнь. Нет, для нас это не шок, это сейчас, знаете, самая, наверное, популярная точка зрения, которая бытует в мире. А в Бога верите? В Бога скорее как какую-то высшую силу, во вселенную можно это так назвать. Но то, что она есть, это сто процентов. Не обязательно это во что-то обличать, там, Бог не Бог, высшая сила. Смотрите, как вас зовут? Лена. Лен, смотрите, если есть Бог, и Он сотворил все то, что мы видим вокруг, нас и вас, и природу, то, соответственно, наверняка этот Бог как-то попытается связаться с людьми. Так ведь? Ну, это логично. Он же не будет вот так вот наляпал что-то, сотворил и бросил. Мы видим гармонию во всем. И, соответственно, Бог каким-то образом выходит с нами на связь. Я очень долго искал, через что же Бог вышел с нами на связь и уперся в книгу Библии. На самом деле, книга, о которой мы спрашиваем вас, она существует. Это Библия. В ней реально предсказан ход мировых событий на 3000 лет вперед. И даже вот о том, что происходит сейчас, там тоже написано. И проблема в том, что там говорится, что этому миру скоро придет конец. И вот эти события, которые мы сейчас наблюдаем, это как триггер такой, знаете, знамение времени. Понимаете, когда Бог творил этот мир, Он творил его вечным, совершенным, без болезней, без всего того зла, которое сейчас здесь творится. Но что-то пошло не так. И Бог дал нам определенный участок времени. Грубо говоря, каждому дал то время жизни, там 50-60-100 лет, которое у нас есть, для того, чтобы мы определились, с кем мы? С Богом или без Него? Пройти через все то, что грядет на этот мир, ну, именно по мнению Библии, по версии того, что написано там, можно только с Богом. Ну, то есть, Бог своих людей будет проводить через все это. И когда этот мир будет уничтожен, мир зла, я имею в виду, Бог восстановит мир в его первозданном виде. То есть, люди будут жить вечно, потому что по задумке Бога люди не должны были умирать, не должны были болеть, не должны были страдать от всего того, что сейчас страдают люди в этом мире. Без Него человек будет просто уничтожен. И вот перед вами сейчас выбор. Выбери жизнь или смерть. Бог реально есть просто... Движемся в другую сторону. Большинство людей этого мира движется в другую сторону, понимаете, к сожалению. Просто, понимаете, есть такое понятие, как Вавилон. Вавилон – это система обмана, чтобы затуманить глаза человека, чтобы он не искал Бога. И он сейчас выстроен во всей своей полноте. Поэтому, чтобы пережить этот конец, потому что это не конец света, это конец тьмы. И Бог обещает, что дальше будет, ну, на самом деле, ну, ты понимаешь, Царство Небесное, и все будет хорошо. Просто не будет зла. Вот. Нужно сблизиться с Ним, искать Его, любить Его. Читать Библию. Библия – это, как, знаешь, книга Бога, через которую Он дает свои откровения. Ну, как бы, верить или нет – это выбор каждого. И, ну, в любом случае, хочется наслаждаться тем, что есть сейчас, и не очень думать, не думать о том плохом, что будет в будущем. Потому что, если мы будем все время об этом думать, то сейчас тоже будет плохо. Хорошо, понимаю вашу позицию. Последнее, наверное, знаете, что бы хотелось сказать. Вот позиция оградиться от всего того, что происходит, просто для того, чтобы, ну, не забивать себе голову, можно сравнить с тем, как если, например, человек плывет по реке на плоту, и ему с берега кричат «Человек, сворачивай, там впереди водопад, разобьешься». А он говорит, мне это неинтересно, я вот сейчас, и мне все хорошо, понимаете? Ладно, мы просто хотели сказать, что Бог есть, и Он реально вас любит. Помните об этом. Всего доброго. Спасибо. Вы не верите в Бога, в принципе? В Бога верю. Ну, Бог в своей книге пишет, что, ну, скоро придет конец. И вы... Ну, я не верю. В Бога верю, а вот в это не верю. В Бога верите, но Богу не верите? Смешно, смешно звучит, конечно. А в Бога верите вообще? Нет. Не верите? А у вас в ушах крестики висят. Это... Они не православные. Это просто как... Это просто украшение, ничего более. А можно рассказать про украшение в виде креста? Дело в том, что... Ну, вы знаете, что крест – это символ христианства, и у Христа есть противник – это дьявол. И вот, понимаете, дьявол, популяризируя вот этот крест в виде украшения, просто таким образом издевается над Богом. Как бы, ну, я не упрек вам, потому что вы просто последователь моды. Но это как бы так. А как вы к буддизму относитесь? Негативно, к сожалению. Смотри, что касается буддизма. Вот представь себе, есть истина. Истина – она одна. Не может быть много истин, потому что истина – это как вот мама тебя родила, да? И истина – то, что мама твоя мама, не какая-то другая. Помимо Бога есть, ну, как сказать, в мире есть две силы – это Бог и дьявол. Дьявол пытается увести людей от Бога. Бог пытается привести их к себе и спасти. Дьявол, ну, и Бог выразил свою истину вот в Библии, в книге, в истине. Вопрос такой. Если вы пришли в библиотеку, когда вам будет проще найти какую-то конкретную книгу? Когда в библиотеке огромное количество книг или когда она одна единственная? Конечно, когда она одна. Либо когда ты знаешь, где лежит та книга, которая тебе нужна. В том-то и дело. И дьявол пытается создать массу копий, подделок на истину. Вот буддизм – это одна из них. А если такой вопрос, а что такое зло, добро, короче, и вот так вот эти намного дольше пойти? Это же ведь люди придумали, что это злое, плохое, а вот это хорошее и доброе. Это же ведь, по сути, рамки. А если не смотреть с этими рамками, то все, по сути, может быть, что ты делаешь плохое, оно может быть и хорошим, типа просто эта рамка. Вопрос хороший очень, философский. Знаешь, плохим можно назвать все то, что считаешь плохим ты, когда это будут делать по отношению к тебе. Понимаешь? И если ворвутся к тебе в квартиру какие-то незнакомые люди, начнут убивать твоих близких и воровать твои деньги, ну и убьют тебя, ты, конечно же, подумаешь, что это плохо. Вот оно и разграничение. Очень просто все. А какая самая древняя религия? Иудаизм. А там? Иудаизм и христианство, которое потом проистекает из него, потому что, ну, как бы, Иисус Христос, это был мессия иудеев. И он пришел, просто кто-то его принял, и произошло христианство, как бы, произошло строительство второго этажа. А кто-то не принял и до сих пор его ждет. Они его до сих пор ждут там в Израиле. Ну, получается, иудаизм более правильная религия? Нет, они, как сказать, иудаизм с принятием Христа, да, это Ветхий Новый Завет. Ну, Библия же здесь двух частей состоит, это Ветхий Новый Завет. А иудаизм без принятия Христа, нет, они заблудились очень сильно, к сожалению. Забавно. Я вообще, ну, я глубоко верующий человек, я верю в Бога, видел огромное количество чудес в своей жизни. И я пришел к Богу, наблюдая за нашим окружающим миром, через науку, можно так сказать. Когда я увидел, как сложно все устроено, ну, вот именно на молекулярном уровне, клетки, все вот эти мембраны, ДНК, я понял, что само по себе это не могло появиться. Ну, то есть за этим стоит реальный какой-то интеллект, высший интеллект. Во всем прослеживается интеллектуальный дизайн, и такое само по себе просто не появляется. А как появилась клетка? Самая первая, которая раздвоилась. Вот ее Бог и создал. Только он создал не клетку, а он создал прям людей, животных. Ну, об этом написано. Мы же сначала появились из клетки. Нет. Значит, первая появилась клетка. Люди это... В том-то и дело, что Бог создал нас... Да, но так появилась первая клетка, из которой люди появились. Создал Господь. Господь создал человека из земли, из праха. Как написано в Библии, Бог создал человека из праха земного. То есть, что такое прах земной? Это не просто земля. То есть, если взять тонну земли и расщепить ее на молекулярный состав, да, по элементам, периодической таблице Менделеева, и взять человека и сделать то же самое, то, оказывается, из тонны земли на молекулярном уровне можно собрать человека. Вот ровно об этом и написано в Библии, что Бог создал нас из атомов и молекул, и потом написано, вдохнул дыхание жизни. Дал некую жизнь, которая вот в нас и находится. Вот вы говорите, Бог в каждом из нас. Вот по сути, вот та жизнь, которой вы сейчас живете, это и есть присутствие вот этой энергии, которая нас животворит. Друзья, хочу познакомить вас со своим другом, который помогает мне сегодня. Делать опрос, сам бы я не справился просто. Вот, это Рома. Все в моей жизни просто было очень плохо, и когда я действительно обратился к Богу, получилось так, что все перевернулось за буквально несколько месяцев. Все изменилось настолько, что вообще все по-другому стало. Да, вот этот парень, он, можно сказать, бомжевал. Можно так сказать? Можно и так сказать. Ну, по нему видно еще пока немножко. Я здесь снимаю комнату в центре теперь, и устроился на очень высокооплачиваемую работу, и все налаживается. У меня, в общем, в жизни все изменилось, когда я обратился к Господу, попросил у него помощи. И можно что-то помогать мне. Я также жил, у меня было время, я жил на улице, представляешь, как ты жил в ночлежке. Вот зимой открывается, на технической. Я там жил, представляешь? А сейчас я снимаю здесь, прямо в центре, в интервью, в каком-то, устроился на работу, на очень высокооплачиваемую. И все изменяется. Я иду к Богу, и Бог меня любит, и помогает мне во всем. Все получается здорово. Брат, мы просто хотели сказать, что если ты воззовешь к нему, и скажешь, Бог, вот тех ребят, которые говорили мне на улице, ответь и мне, помоги мне, он тебе обязательно поможет. Еще мы бы тебе хотели поделиться адресом нашей церкви, куда мы ходим, это Торо за 80. Приходи туда, там ты найдешь вот этого человека молодого, вот, и мы постараемся тебе помочь. Приятного аппетита. Все, Бог тебя любит, брат. Это тебя от Бога. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним с десяток солдат повисит она на нем. Девчонки, реально, Бог существует, Он вас любит. Ищите Его, и все будет хорошо. Просто проснитесь однажды утром и скажите, Бог, вот нам пацан там пристал на улице и говорил, что ты существуешь. Ответь мне, вы увидите, Он ответит. Он заинтересован спасти вас больше, чем вы заинтересованы спасти себя. Потому что Он, ну, как бы пришел и умер вместо нас. Понимаете? И мы просто хотим призвать людей задуматься об этом. Искать Бога, потому что пережить вот все то, что грядет на этот мир, можно только с Ним. И Он хочет примириться с нами. Хочет, чтобы мы, Его дети, обратились к Отцу, понимаешь? Мы как потерянные, знаешь, блудные дети, которые сбежали из дома и не хотят знать своего папу. А папа, на самом деле, не знаю, президент вселенной, что ли. И Он может все. И с Ним можно все. Я видел огромное количество чудес, опытов, каких-то происшествий, которые, ну, невозможно, чтобы произошли, если вот за тобой кто-то не присматривает. Это лучшее время моей жизни. Потому что только Бог дает тебе настоящее счастье. Говорят, знаете, внутри человека есть дыра размером с Бога. И эту дыру может заполнить только Бог. Человек пытается заполнить ее всем, чем угодно. Развлечением, алкоголем, наркотиками, там, не знаю, заработком денег, постройкой карьеры. Но все это тщетно, потому что только Бог может заполнить эту дыру. Самое парадоксальное, что вот люди думают, что жить с Богом, это скучно, это что-то вот какие-то там монастыри, там, монахи. Нет, на самом деле Бог, Он живой, и Он живет не в храмах, Он живет в нашем сердце. Он живет, как сказать, просыпаясь утром, ты связываешься с Ним, Он связывается с тобой. И твой день наполнен каким-то миром, счастьем, радостью, что ли. И понимаете, почему мы сегодня к вам вышли? Дело в том, что Бог говорит, идите и предупредите этих людей, потому что этому миру грядет конец. И если вы поверите, от вас не убудет, а только наоборот прибудет. Потому что Бог – это самое всемогущественное существо во вселенной. И когда это существо в ваших близких отношениях с вами, понимаете, в личных, когда вы можете обратиться к Господе, я попал в такую ситуацию, помоги мне, пожалуйста. И Он реально слышит и помогает. Просто попробуйте просыпаться утром, вспоминать о том, что мы живем только благодаря тому, что Он дает нам эту жизнь. Вот. Помните об этом, хорошо? Хорошо. Спасибо вам большое за то, что согласились. Всего доброго вам, с Богом, до свидания. Мы хотели просто сказать, что Бог есть, Он любит вас. Подумайте об этом. Ну и всего доброго вам, извините. До свидания, хорошего дня. Всего доброго вам. Хорошего вам дня. Спасибо большое, благословения, ребят. До свидания. Друзья, ну вот как-то так у нас получилось. Не знаю, насколько хорошо или плохо, мы старались поделиться с людьми своей верой, надеждой, которую дает нам Господь. Верьте и вы, если не верите. И Бог совершит чудеса и в вашей жизни. Всего вам доброго. Спасибо за просмотр. Ставьте, кстати, лайки и подписывайтесь на канал. Никогда этого не говорил, но реалии вынуждают. Всего доброго и с Богом, друзья. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»